Рассуждаем вместе о ветеринарах и том, что обязательно должно быть в приюте. После некоторых рассуждений о судьбе домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой и некоторых ее отдельных подопечных, одним из главных вопросов остается тот, который связан с Парханом. И вся эта ситуация с ветеринарами, которые определяли его в сельский приют и перестали всячески помогать, но не отказывается лечить за отдельную плату свою собственную собаку. Вообще меня добивает эта ситуация. Она значит прекрасно знает, что ему это надо и ждет достанем мы лекарство или нет, а потом еще я должна тысячи отдавать за дорогу. И так спокойно говорит, да, надо. То есть если я не достану, не вызову ее, он сляжет и ее это ни капли не смущает. Она ждет, и ей все равно, говорит волонтер о девушке-ветеринаре. То есть если они отдали собаку, и сейчас им наплевать будет, будет ли он жить или нет. Так я специально ее не вызову на усыпление, она думает, по-любому заработает. Вы знаете, я так хочу вернуть тот день, когда они мне его предложили. Просто очень хочу делиться своими чувствами женщина. Если честно, мы тоже постоянно об этом думаем и с каждым разом поражаемся все больше. Но если честно, нам кажется, Людмила Чернецкая все равно не смогла бы отказаться от него. Они бы его просто так оставили под вид клиника, он бы уже так и потух. Это понятно, просто надо было обговаривать лечение за их счет хотя бы, дорогу и услуги. Здесь дорога получается дороже лечения, говорит женщина. Это да, но видите, люди все с опытом приходят, как и с домом. Теперь столько нюансов есть, которые нужно было решать еще изначально. Нет, как ни крути должна быть машина, возить животных, продукты, тех же врачей. Я за год потратила 72 тысячи, это без клиники, а просто за продуктами ездила. А если посчитать, сколько помимо этого я возила животных. Да, и еще выслушиваетесь каждый раз за все. Таксисты сейчас вредные, они даже много сумок не хотят возить, а у животных тем более. Меня тем летом дважды высаживали, а третий взял и сказал ему все равно. Так что со всех сторон плохо с дорогой. Это хорошо, у меня вот один остался, который возит. Возмущается, но возит. Рассуждает женщина, что обязательно должно быть в таком большом приюте. Это помощники или персонал, транспортное средство, пусть даже корыто ржавое. Места, карантинозона, боксы, все это те же просторные вольеры. А по факту нет ничего и становится страшно из-за лишних трат, которые очень бы, кстати, пошли бы напрямую животным. А не так, как сейчас тратится все, не понять куда. Продолжение следует...